Александр Васильевич Дольников Александр Дольников живет и работает в Москве. Театральный режиссер и художник-реставратор. Поставил в Могилевском драматическом театре спектакль «Сказки старого Арбата» по пьесе Алексея Арбузова. И театр, и актеры знакомы режиссеру. В 1980-х годах Дольников возглавлял труппу драмтеатра в Могилеве. Тогда просто все было другое. Тогда был еще Советский Союз, и мы очень зависели от идеологии, которая в то время была в обществе, в том числе и в Могилеве. Я был под прессом партийных организаций, обком партии. Там нужно было утверждать пьесы. Они хотели больше про рабочих и крестьян, про идеологические спектакли ставить. Я был против этого. Как любой здравомыслящий человек, я понимал, что общество наше находится на распутье, и уже близился конец Советского Союза. Сейчас совсем другая ситуация в стране, в Республике Беларусь. Сейчас, пожалуйста, сейчас цензуры как таковой нету, а есть просто самая цензура, когда уже сам понимаешь, что можно, что нельзя делать на сцене. Поэтому ситуация другая. И потом, тогда театр был еще до ремонта. Сейчас это шикарнейшее здание после капитального ремонта. Я вообще считаю, что здание Могилевского драматического театра – это, наверное, лучшее здание в Беларуси. Оно же еще построено в 1883 году, если не ошибаюсь. Акустика великолепна, уютный зал. Мне кажется, любой город мечтал иметь такое здание театральное, как в Могилеве сегодня. Когда началась перестройка, и ситуация в стране стала другой, меняться очень здорово. Вы помните в то время, когда сначала умер один генсек, потом второй, третий и так далее. И потом я отработал в Беларуси некоторое количество лет, и мне надо было повышать уровень своей профессии. И я устроился на стажировку в Московский художественный театр коллегу Ефремову и Леониду Хефицу. И стажировался у них, то есть работал с выдающимися артистами – Евстигнеевым, Смоктуновским, Олегом Ивановичем Борисовым, Любшиным. А потом работал в театре Российской армии, тогда он назывался Театр Советской армии. Но приезжал в Беларуси ставить спектакли. Мне повезло очень крупно в жизни, потому что Леонид Ефимович Хефиц, его тогда перевели в главным режиссером Театра Российской армии, и он пригласил меня к себе в театр. Как раз в сентябре месяце мы начали репетиции Павла I Мережковского и пригласили Олега Ивановича Борисова. Он тогда был, наверное, артист номер один в Москве, не только в Москве. Я не только участвовал в репетициях, но, познакомившись с Олегом Ивановичем, мы вообще разговаривали с ним о жизни, о театре, об искусстве. Он был человек широких знаний, философ своего рода. Мы с ним гуляли даже по Москве, разговаривали на любую тему. И это тоже такая была огромная школа для меня, как для режиссера. Общение с ним, конечно, номер мне запомнилось на всю жизнь. Даже помню, как однажды на репетиции мы слушали новую пьесу, там Злотников приходил, читал пьесу, уходил старик от старухи, и там вся труповая мхата сидела. Ну и в перерыве, значит, я вышел покурить, я тогда еще курил, вот. И кто-то сзади таким тонким голоском попросил меня, у вас сигаретки не найдется. Я поворачиваюсь, стоит Смоктуновский. Я там что-то захлопал по карманам, ища сигареты. Они у меня почему-то лежали вот тут прямо на виду. Он так взял, поблагодарил меня, улыбка душей такая. Мне вот, вот мое общение со Смоктуновским. Больше я с ним не встречался, только видел его на сцене. Но это было интересно, сами понимаете. Ну, кроме театра, у меня есть еще и вторая профессия. Потому что еще до института я работал художником-оформителем, поэтому так уж сложилась жизнь, что сейчас я занимаюсь еще реставрацией древнерусской живописи и пишу иконы. Когда вышел на экраны фильм Тарковского «Андрей Рублев», я учился в школе, и помню, это была зима, где-то январь месяц, кинотеатр «Партизан» в Минске. Я посмотрел этот фильм «Андрей Рублев» и был ошарашен. Меня он поразил во всех отношениях, и особенно финальные кадры. Если помните, там оператор Владимир Юсов показывает иконы Рублева на цветном хорошем кодеке. Вот это было такое впечатление огромное, и как-то запало мне в душе. А потом уже, спустя годы, ну, так жизнь сложилась, что как-то само собой я вышел на иконопись. Сначала реставрировал маленькие иконки там, а потом постепенно стал и писать уже. И вот за 20 лишним лет я отреставрировал и написал, и пытался почитать где-то около тысячи икон. Последняя вот икона, которую написал, это святой отец Серафим Саровский. Пришлось, конечно, изучать его жизнь, его подвиги. И более того, интересно, когда мы пришли освящать эту икону в храм, храм Святой Троицы, там недалеко от меня, где я живу, в Москве, вышел батюшка, поставили икону, он и освятил. И почему-то люди, все, кто были прихожане, пошли к этой иконе, прикладывались к ней, потому что в России очень почитают этого святого, Серафима Саровского, очень почитают. И вот эта любовь народная, она как-то я впервые увидел в реальности, как люди относятся к нему. И меня это тоже поразило, честно говоря. Я думал, что ну напишу икону там, ну кому она нужна. Оказывается, необходимо людям. Арбат, вообще-то, это район в центре Москвы, который состоит в основном из небольших переулков с очень такими удивительными названиями. Сивцев-Вражек, Спаса-Песковской, Серебряный, Денежный, Композиторский, Улица Причистенко, Воздвиженко, названия какие. Вот, на Арбате я родился и вырос, была такой Джава. Пушкин провел с Натальей Гончаровой самые лучшие дни своей жизни, именно Новый месяц. А Гоголь, Николай Васильевич, как известно, провел последние дни на Арбате и сжег там рукопись последнего тома «Мертвых душ». Вот, там же театр Евгения Вахтангова, Министерство иностранных дел. Кстати, представительство США, старинный особняк которого Булгаков использовал для описания бала сатаны в романе «Мастер Маргарита». А сама Маргарита летала по Арбату на метле. Вот, поэтому Арбат – это особый район, населенный артистами, художниками, музыкантами. Там жили Рахманинов, Скрябин, поэтами, писателями. Поэтому не случайно, что Арбузов избрал местом действия для пьесы именно Арбат и дал такое поэтическое название пьесе «Сказки старого Арбата». Я думаю, что сегодня наша жизнь, она, понимаете, она есть пресыщение негативными какими-то явлениями. После распада Советского Союза, ведь когда получили из публики свою самостоятельность, независимость, ведь жизни, по большому счету, не стало легче. Потому что те же проблемы, нехватка денег, эти гражданские войны в Украине, на Кавказе, в Средней Азии, сейчас эти страшные войны на Ближнем Востоке, переселение народов в Европу, все это негативное, оно как-то давит на людей. Мне кажется, что сегодня хочется какого-то света, хочется теплых человеческих отношений, хочется доброго, здорового юмора. А все это есть в пьесе Арбузова «Сказки старого Арбата». И еще, знаете, чем отличается хорошая краска от хорошей пьесы? Хорошая краска, она рано или поздно засыхает, а пьесы нет. Театральный язык, театральная эстетика, она ведь тоже устаревает быстро. То, что вчера до обеда нам казалось модным, сегодня уже оказывается неинтересным. А в чем я убежден, актуальным по-прежнему остается живой человек с офигами своих живых проявлений человеческих. Поэтому и в этом спектакле «Сказки старого Арбата» мы пытаемся пробудить человека в человеке, понимаете, какие-то вот эти человеческие струнки задеть. Истинный герой, литературный, кинематографий, в театре, он еще только формируется, потому что мы живем в какую-то переходную эпоху, когда слишком много разных черт мы хотим видеть об этом герое. Как говорил Памаджи Ивайда, польский режиссер, что этот герой где-то находится еще под обломками этой старой эпохи, понимаете. Какие-то основные черты я могу его назвать. Но, во-первых, это не новое, а то, что вечное, то, что присуще всегда было людям. Это, во-первых, отзывчивость, доброта, это интеллект, потому что глупый человек, от него вряд ли можно ожидать каких-то великих свершений. Ну, может, случайно. Я запомнил семинар нашего выдающегося писателя Юрия Трифонова. Он молодым писателям говорил, что, когда он был молодой начинающий, он считал, что для писателя главное – это сочинить историю, рассказ. Потом он стал думать, что главное – язык, то есть как ты рассказываешь. А в конце концов он пришел к выводу, что во имя чего я все это делаю, понимаете. Во имя чего. Вот мне кажется, современный герой – это тот человек, который понимает, во имя чего он живет, то есть какая его, как бы, сверхзадача его жизненного пути. То есть этот человек должен быть с широких взглядов, не только, так сказать, в своей профессии, но и смотреть на окружающий мир широко раскрытыми глазами. Очень много проблем есть в молодежи. Я сам был в молодежи и могу сказать про себя. Проблема отцов и детей, во-первых. Это вообще проблема становления молодого человека. Его как бы… Как он входит в этот мир, понимаете, как найти себя. Это очень важно. Сразу в молодом возрасте понять свою дорогу, чем ты будешь заниматься всю свою дальнейшую жизнь. Это очень важно понять. И не каждый это сразу понимает, находит свой путь, понимаете. Часто люди заканчивают вузы, а потом бросают, идут работать совсем по другой профессии. Это тоже важно. Потом проблема… Ну, любовь, мне кажется, это всегда очень важно было для молодых. Просто нужно посмотреть на мир глазами молодого человека. И тогда многие вопросы будут как бы сформулированы. Публику надо, наверное, все-таки каким-то образом немножко и воспитывать. Потому что если ее кормить только дешевыми спектаклями, дешевыми там какими-то второстепенными пьесами, понимаете, это же тоже воспитание, антивоспитание будет. Поэтому публику надо и классику показывать, и какие-то сложные спектакли по своему театральному языку. Но в конечном итоге, я думаю, что зритель всегда прав. Поэтому, что бы мы там ни говорили, внутри театра, вот какой он там плохой или хороший зритель, зритель, он голосует ногами. Либо он приходит в театр, либо он не приходит в театр. И он прав. Конечно, древнерусская живопись, это иконопись. Это самый крутой авангард, я считаю. Потому что если посмотреть иконы там XII, XIII, XIV века, это просто супер, понимаете, с точки зрения живописного изображения. Там и цвета, и композиция, и обратная перспектива. Там все есть. И там есть и духовность, которой часто нет в светской живописи. Белорусы, на мой взгляд, это одни из самых терпимых людей. Потому что столько прошло через Белоруссию войн, разных испытаний. И этот народ выдержал. Вот он какой-то, он спокойный. Но до поры до времени. Если его, так сказать, разозлить, он... Ведь партизанское движение было самое сильное именно в Белоруссии, правильно? Вот. Поэтому время войны Второй мировой. Поэтому вот это первая черта. Какое-то спокойствие в хорошем смысле слова. Воздержанность от каких-то крайностей, понимаете? Затем доброта, конечно. Потому что доброта белорусского народа, она бескрайняя, мне кажется. Я мечтаю, чтобы моя внучка выросла и была счастлива. Как маленький человек, который так сейчас вступает в жизнь. Также я хочу, чтобы не было никакой войны. Чтобы в Белоруссии народ имел... Чтобы был полный кошелек, чтобы был достаток. Потому что сегодня деньги, как ни говорим, все-таки нужны. Чтобы можно было ездить по миру, чтобы видеть, кроме своего, так сказать, родного кутка, да, чтобы видеть этот огромный, удивительный мир, который вокруг нас существует. Природа, конечно. Природа. Потому что я, допустим, люблю очень грибы собирать, рыбалку люблю. Иногда пойдешь в лес или на берегу озера, сидишь, смотришь, как красиво, господи. Мир прекрасен. Вообще жизнь наша изумительная. Только не надо ее портить нам самим. Наверное, правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Но я для себя всегда действую по такому правилу, что надо готовиться к худшему, а надеяться на лучшее. Это мое жизненное правило. Ну, я скажу так, что смысл моей жизни – это замысел Божий, я его не знаю до конца. Но то, что я живу театром и иконой, искусством, своей семьей – это сто процентов так. Субтитры подогнал «Симон»